Долг М2 и Долг М2 Сегодня мы постараемся разобраться, что это за фигня и с чем ее едят с точки зрения начинающего игрока Обзор, пожалуй, я начну с ремня Долг М2 Что это такое? Во-первых, это банальный ремень Для чего он нужен? Для того, чтобы переносить ваш привод Черт побери, это логично У меня Долг М2 прицеплен к автомату Калашникова И выполняет функцию двухточечного ремня Цепляется он со стороны приклада в петлю С довольно хитрой конструкцией И когда вы его приобретете Внимательно сначала ее изучите Иначе вы, ну, потратите очень много времени Как я Для того, чтобы его нацепить правильно А с передней части он банально цепляется карабином Но я вам скажу Этот карабин Черт побери Создание самого сатаны Потому что он настолько жесткий Что я еле-еле его сюда зацепил Я использовал плоскогубцы Сейчас скажут О, Диман, ты хиляк О, Диман, ты дохляк Блин, ну, реально Этот карабин, ну, из настоящей стали, во-первых, выполнен Как и кольцо, на котором он держится Но, блин, черт побери Жестче, чем у оригинального автомата Калашникова Поначалу разобраться в этом ремне довольно сложно У него фигова гора всяких лястиков Всяких мелких ремешков Липучек С фастексов Колечек Интересно заметить, что все фастексы Все кольца И всякие, не знаю, там, карабинами их назвать Вот такая вот зеленая штука с щелями Выполнены из очень прочного пластика И внушает действительно доверие Сам ремень выполнен из очень качественной Довольно жесткой стропы Но я скажу, у меня был ремень Точнее, он еще есть Ремень от Вартек Вартек делает свои ремни из очень жесткой стропы Которая ненароком может билить вам шею Здесь же она мягче И ощущение на шее гораздо приятнее На самом конце этого ремня А может быть в самом начале Есть лейбла И липучка Она же Фелкра А на лейбле написано Долк М2 Благодаря которой на поле боя Определят, что вы Принадлежите сливкам общества И смогли потратить кучу бабла На один только ремешок Сам Долк М2 представляет из себя Довольно сложную систему Разработанную именно в нашей стране Именно компанией тактические решения Выполняющую функцию для переноса вашего привода И он призван сделать это максимально удобно Чем отличие ремня Долк М2 от обычных ремней? Ну разумеется, абсолютно практически всем Начиная от материалов, которые выполнены И сложной системой, по которой он построен Во-первых, этот ремень регулируется практически под любое оружие Любых габаритов От самого маленького по самое большое Выполняет функцию двухточечного ремня А также может быть переделан в ремень одноточечного типа Для того, чтобы зацепиться за середину привода Если у вас, скажем, пистолет-пулемет Это несложно и в инструкции об этом все написано А также в интернете очень много видео, как это сделать В том числе и на официальном сайте тактических решений Чем отличается он от обычного ремня? Собственно, тем, что им можно пользоваться, не снимая его с плеча Его размер очень быстро регулируется И во время боевых действий максимально упрощена задача его пользования Вот, скажем, на мне очень много оборудования В том числе бронежилет, разгрузка, ну всякая фигня И для того, чтобы снять этот ремень с плеча Мне надо потратить довольно большое количество времени Поэтому у вас остается выбор Либо таскать при переходе автомат на одном плече И постоянно держать его на готовности, чтобы легко его сбросить Либо применять ремень Долг М2 Почему? Вот почему Вот, к примеру, у нас ремень затянут по самые помидорчики Для того, чтобы его переносить, чтобы его не колбасило И он не бил вам по телу И случается конфликт И вам необходимо вскинуть оружие Вы достаете его, конечно, вы можете вести огонь от бедра Но это не всегда удобно И особенно влияет на расход боеприпасов Долг М2 позволяет вести прицельную стрельбу, не снимая ремня Для этого отклеивается велкро И тянется за кольцо Собственно, вы можете использовать этот ремень Как с правого плеча, так, скажем, и с левого плеча Вам не мешает Вот я человек неопытный И то могу воспользоваться автоматом с правого плеча и левого При этом ремень мне абсолютно не мешает Что случилось с ремнем Долг М1? Историю умалчивает И я, собственно, постеснялся у ребят спросить Но есть еще одна интересная вещь Ремень Долг М3 Эта штука наиболее интересна, чем Долг М2 Ну и, соответственно, наиболее дорогостоящая Я ее использую на своем любимом Бенеле В пластиковом приводе Почему? Ну, потому что я так захотел Зацепил его также за две точки За переднюю антабку Так как антабка была чертовски тугая Мне пришлось здесь насадить колечко И, соответственно, ослабить всю систему Но ничего страшного Интересно заметить, что в комплекте Каждому ремню, как Долг М2 и Долг М3 Есть дополнительное кольцо Для того, чтобы зацеплять не только автомат Калашникова Но и оружие М-систем А также Хитлера Кох-систем У которого свои специфические крепления Ременная система Долг М3 Выгодно отличается от своего коллеги Долг М2 Во-первых, это материал Из которого выполнится Тропа здесь совершенно другая Но неотъемлемой частью является Лейбла на этом ремне На котором написано Долг М3 Который расскажет на поле боя Что вы чертовски богатый человек А также есть отличия по составу этого ремня Здесь в два раза больше колец Переходных колец Функциональность которых, честно говоря Для меня остается в некотором роде загадкой Но если очень хорошо постараться То можно и в этом даже разобраться Но на самом деле Они сделаны здесь не просто так И не с бухты барахта Они сделаны здесь для максимального удобства И его настройки Для того, чтобы размер этого ремня Можно было подогнать под любой вид вооружения Вообще, этот ремень рассчитан Для переноски более тяжелого оружия Для таких, как РПК, ПКМ, ДШК Пулемет Максим Гаубица 40-мм Кушка ЗИС-3 И другие Пользоваться этим ремнем Так же просто, как и его собратом Долгом М2 Для этого достаточно Потянуть здесь Прикрепить здесь В общем, у меня что-то не получилось И мне нужна небольшая помощь Где-то тут был мой телефон Борода Он-то точно знает, как им пользоваться Ах, накапывай Да еще обзорщик Алло Здорово, не болеем Че, помочь? Да, в принципе, тут Ничем не занят Думаю над идеей Нового обзора Да-да-да Помогу, не вопрос Не вопрос Ну, занят, конечно Ну что ж, поделать ради Хорошего-то друга Все, давай Сейчас все сделаем А ты Никуда не уходи Привет всем Пока там Дрищ-обзорщик Разбирается Как же все-таки Выпускаю из этого ремня Я немножко потяну время И расскажу вам О ремнях Долг М3 У меня есть они Также в версии М2 Но на самом деле Мне они Не особо понравились По той причине Что М3 Все-таки Он более универсальный Реально То есть Я его могу Вот и на М-ку прицепить Покажу еще На чем у меня они висят Суть, в общем-то, в чем Конструктивные Они практически Не отличаются За исключением того Что функционал Вот у третьей серии Он более расширен Если вам не нужно У вас там не тонна Приводов На которые постоянно Нужны разные ремни Если у вас там один Калашников Или одна М-ка То да Смело берите М2 Не запаривайтесь Там, в принципе, комплектация Тоже достаточно похожа Единственное, что нет Вагона Также М2 Мне не понравился Тем, что у него Вот стропа Уже То есть она не сильнее Врезается Но это как бы Лично мое МХО Да Теперь, в общем-то По ношению ремня И по его использованию Видосов на эту тему Кучи Которые Есть даже Более интерактивные Интеллектуальные Короче, в общем Более лучше Чем как я расскажу Но я расскажу Свои впечатления О том Как я 3 месяца На играх Юзал этот ремень На разных видах Страйкбольного Нашего с вами Оборудования Скажем так Да Большой плюс У М-серии Это вот ЛЦТ-шные М-ки И В общем-то Любая М-ка На которую Вы сможете Прицепить Выгги-тач Антабку Переднюю Заднюю Почему Сейчас объясню В общем-то По умолчанию Ремень М-треть Он идет с карабинами О которых В Дреша обзор Я думаю Сказала Такие клевые Тугие карабины Но Зачем лишнее звено Использовать Если можно пропустить Данную же стропу Через антабки Как я собственно Сделал вот здесь Спереди у себя Тупо Антабка Да И через нее Ремень пропущен Потому что У ЛЦТ Напомню Антабка Она вот такая Боковая Типа под Гранатомет Рассчитан Чтобы сбоку была На заднюю У меня так не получилось У меня здесь все-таки Си-Кубэшная она И тут для одноточки Поэтому пришлось Карабин использовать В чем Минус такой конструкции Вот как я На данный момент Использую В том что Неудобно Привод постоянно Вот этим местом Перетягивает вниз Прикладом Если бы Здесь была Нормальная антабка То есть Либо здесь Здесь Ну или здесь То есть Такого же вот вида То ремень Просто вот так Притягивался И получалось Что винтовка Ваша Она прям вот так Притык Ремнем Притягивается К вашему телу Независимо от того Сколько на вас Снаряги Сейчас я конечно Без снаряги Но кстати Отвечу сразу Что есть такие люди Которые Жалуются Что на снаряги Неудобно Ну не знаю У меня висач Под ним пака Еще Рюкзак Господи Мап Который Да там Флайк Скажите Добро Я дискомфорта Не испытываю Приношения Мне то есть Мне ничего Нигде не жмет Не трет Все удобно Все это Легко Отделяется Отчепляется И так далее И тому подобное Многие тоже Да там Первый раз Надевать ремень Могут его неправильно надеть Надевать его Вот через левое плечо То есть Это для тех кто не в курсе Для тех кто в танке Рассказывают Что вот так Вы конечно Не можете Нормально использовать ремень Да То есть Ну не мешается Неудобно Давит Все Да В таком вот Максимум Затянутом положении Вы его можете Только вот так Использовать По моему По патрульному Это называется Я не слишком В тактикульных делах Мастер То есть Быть просто готовым К серебетам Для того чтобы По нормальному Приложиться К приводу Ну достаточно Сделать простую вещь Это просто Потянуть привод Вперед И все У вас вот Пожалуйста Ничего нигде Не мешает Он Свободен Достаточно То есть Скинуть его Можно там Вторичку достать Еще что-то И обратно Так же Все это затягивать Причем Делается Это все В принципе С минимальными усилиями Посредством М3 М3 Версии Версии в том То что Его можно Переделать В двух Точку На ремингтоне Конечно Это несколько Неудобно Выглядит Но здесь Кстати Как видите И сзади И спереди У меня ремень Пропущен Через антабку Можно попробовать Использовать Крепление Для весла Ну то есть Сюда Зацепить Но у меня Не получилось Может я Криворукий Рукожок Не знаю Елозит Вот так Взад-назад Что-то Как-то Ну вот так Меня в принципе Тоже устраивает То есть Как ремень Для переноски Дробовика То есть Чтобы он Просто вот Висел Не мешался Очень удобно И как ни странно Тут тоже Вот эта система Роспуска работает То есть Я могу нормально Взводить Стрелять Там И так далее И тому подобное И переносить Я его тоже могу Нормально То есть В общем-то Проблем с этим Не возникает Никаких И как мы видим Использовать Вот так Достаточно удобно То есть Тоже опять же Все под погоном Пропускается На одноточке Мне показать Не на чем Потому что М-ку я Конечно На одноточке Иногда люблю носить Но Как бы Больше предпочитаю Либо трехточку Либо двухточечную Вариант Мне так лично Комфортнее Удобнее Но поверьте В одноточку Он тоже Переделывается На этом Как ни странно На сайте Инструкция тоже есть Ремни Очень хорошие Я думаю Трещообзорщика Тоже подтвердит Я это подтверждаю Сезонным Пользованием Этих Ремней Доволен Даже не потому Что Долг Нам заплатил За Каждое использование Слово Долг В этом видео А просто Потому что Потому что Хороший ремень Как ни странно Да Может быть Дороговато Для кого-то Но Некоторые люди Там Дороже вещи Покупают Лишь бы было удобно Комфортно И надежно Ну думаю Дороговщик Уже там Справился С ремнем Передаю ему Слово Проверяю Как могу Его на прочность Я его там Повесил За самое слабое Как мне кажется Звено За Фастекс Такая штука Черненькая Которая соединяет Две штуки Вот И я При весе Только тихо Никому не говорите 85 Ну я чуть-чуть Приврал Килограмм Попробую Повиснуть на нем И я надеюсь Это бревно Которое сверху Либо Не убьет меня Либо Ремень не оторвется И я не упаду И не сломаю себе копчик Ты Я думаю Слова тут излишни Ремень не порвался Ремень даже не обтрепался Вот Если даже Обратить внимание Есть царапины на фастексе Но при этом С ним ничего Не случилось А на этом У нас все Или почти все Спасибо за то Что посмотрели Это видео До самого конца Не забудьте Подписаться На канал товарища А также на мой канал Посмотреть предыдущее видео И оставить Свои замечания И комментарии В самом низу Ну конечно же Я не оставлю вас Без большого бума В конце Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok